И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим долгожданным рейтингам, вы просили, чтобы они появлялись у нас чаще, и у нас сегодня есть долгожданное событие, у нас впервые в игре появилась первая, пятьсотая легенда. Конечно же ни для кого не секрет, что это наш любимейший Борис4311, это тот самый игрок, который занимает первое место по опыту и легендам в игре. Ну и сегодня, дабы у нас получился полноценный выпуск, полноценный видеоролик, в котором я еще раз бы не проходил бы исключительно по Борису, потому что у нас буквально, наверное, неделю, может две назад уже был видеоролик, связанный с этим игроком. Знаковое событие, которое сто процентов нужно подтвердить, нужно законтролировать, поэтому вы на своих экранах прямо сейчас видите пятьсотую легендочку на Борисе. Ну и, дабы украсить все это дело, я собрал четыре преследователя Бориса, те четыре игрока, которые находятся за ним и полноценно входят в топ-5 рейтинга по самому большому количеству опыта в игре. К сожалению, одного игрока я не смог добавить, это игрок с ником Скептик, у которого около трехсот пятнадцатой легенды на момент записи данного видеоролика, в связи с тем, что у него закрыт рейтинг профиля игрока. Я не могу его полноценно прообозревать, поэтому мы берем шестое место, а именно Оксидиро, у которого всего лишь двести восемьдесятая легенда. Да-да, у Бориса пятьсотая легендочка, а на полноценном пятом месте, если не считать Скептика со скрытым профилем, двести восемьдесятая легенда. Почти в два раза больше легенда у Бориса. Безумно большие цифры. Ну а что касаемо данного молодого человека, могу сказать, что этот игрок играет очень и очень много в контроль точек. Это, наверное, тот самый режим, в котором он и прокачивался до еще ввода матчмейкинга. Я лично помню такого игрока, но и сейчас он уже, я так понимаю, и любитель штурма, любитель других режимов. Я, честно, особо в матчмейкинге его не встречал, не скажу за много что-то по нему. По УП-1.34 по кристаллам коэффициент больше двоечки. Сто двадцать девять миллионов заработанных кристаллов, при этом пятьдесят семь миллионов опыта только на аккаунте. Это, я думаю, что рекордные цифры исключительно этого топа по коэффициенту. Я, честно, даже и не видел, что там у игрока настолько жесткий кэф. Например, если посмотреть рейтинг Бориса, то у него набито столько сто пятьдесят семь миллионов кризов при ста миллионах опыта. Да, то есть у него коэффициент один пятьдесят семь, здесь больше двоечки. Больше двоечки. Солидно. Солидно. Солидно молодой человек играет. Но за него, к сожалению, я много чего сказать не могу. Это просто наше почетное пятое место, если мы не считаем скептика со скрытым профилем. Повторюсь. На четвертом месте игрок, которого вы многие знаете. Чемпион проекта. Нынешний, нынешний обладатель краски чемпион. Спектра А с резистом 30%. Никнейм его Тёма. 320-я легендочка. По коэффициенту у него что-то около полтора. Очень большое количество легенд было поднято с начала ввода матчмейкинга. Но и УП-шка 1.65. Ну, довольно нормальная, стандартная. Дефолтная. Даже может быть выше среднего. В матчмейкинге. Я считаю, что это довольно приятные, хорошие цифры. Но коэффициент, понятное дело, что с таким опытом, который сейчас у нас есть в игре, коэффициентик отношения кристаллов к опыту, конечно, падает, падает, падает. Но 320-я легенда, Артёмыч. 320-я легенда. Это тоже очень и очень солидный результат. Третье место. Очередной чемпион. Очередной чемпион, очередной обладатель. Спектра А. Впервые, впервые, повторюсь, чемпион Иммортал Херудов. Все вы, я думаю, что его уже знаете. Мишанечка уже и в последнее время стал медиагигантом, ютубером. Да. 339-я легенда у него. Когда-то у него была очень маленькая разница по легендам с Борисом. Если я не ошибаюсь, то разница была где-то около 30-50 легенд. Но после этого Борис включил шестую передачу и улетел. А Иммортал, в свою очередь, наоборот, занялся творчеством. Можно его так назвать. Да. И уже намного меньше уделяет внимание набитию опыта. Но все так же продолжает активно играть. Но уже не с такими безумными цифрами. Его количество заработанных кристаллов 111 миллионов. При этом имеет почти 70 миллионов опыта. Иммортал это тот самый игрок, у которого до ввода матчмейкинга коэффициент соотношения кристаллов к опыту был очень и очень приятный. Ну и УПшка у него тоже 1.51. Что является очень и очень хорошим показателем. Я думаю, что, скорее всего, совсем скоро вот этот вот замечательный еще один чемпион с ником Тема обгонит Мишаню. В связи с тем, что вот этот вот молодой человек бешеный и он очень много игроманит. А Мишаня, в свою очередь, я думаю, что не гоняется сейчас ни за какими рейтингами. Поэтому, быть может, вскоре мы увидим изменения в топе по опыту. Второе место. Асса 435 легенда на 65 легенд меньше, чем у Бориса. Этот игрок очень и очень активно играет в последнее время. 1.66 УП является хорошим показателем. При этом у него заработано 125 миллионов кристаллов при имеющемся 88 миллионным количеством опыта. Я скажу, что за Ассу я как бы и так уже много чего говорил. Матчмейкинг дает свои плоды. Любитель нынешнего режима осады и прям конкретный любитель осады за 2500 часов набито 52 миллиона. Что является очень и очень большим показателем и вообще, может быть, даже каким-то своеобразным рекордом. Я лично, кроме этого игрока, таких цифр за один режим не видел. Не видел. Даже если мы посмотрим Бориса, у него такого количества опыта в одном режиме нет. Самое большое у него набито в Джиггернауте 25 миллионов опыта при имеющемся одной тысяче часов. Ну, в принципе, тоже неплохой результат. Вот так вот быстро мы вместе с вами пробежались по рейтингу. Легенда 500-ю. Легенда 500-ю. Быть может, скоро Асса сумеет приблизиться к Борису. Хотя, если посмотреть, например, на рейтинг предыдущей недели, у Бориса было набито 641 тысяча опыта. А у Ассы всего лишь 557. Хотя на этой неделе Асса пока что набирает очень и очень неплохие цифры. Но, в принципе, я уверен, что если Борис захочет, он, как всегда, включит шестую передачу и не даст никому, никому даже близко приблизиться к его цифрам. У человека есть определенная цель. Он идет к ней, продолжает бить безумно быстро легенды. И сегодня у него уже 500-я легенда. А завтра, быть может, уже будет 501-я, 502-я, а может, даже и 503-я. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по Борисику, по 500-й его легендочке. Кто? Кто Борис? Кто Борис, по вашему мнению? Тот самый легендарный игрок, который бьет рекорды? Или, быть может, у вас есть какое-то свое слово или свое охарактеризование данного игрока. Ну и пишите, что вы думаете вообще по поводу этого всего рейтинга. Постарался крайне быстро пройтись по всем игрокам, особо сильно не зацикливаясь. А то бывает очень долго можно все это дело затянуть. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.